Добрый день. Меня попросили рассказать о преподавательской деятельности Александра Аркадьевича Лабаса во Вхутемасе. Но, конечно, его преподавательская деятельность переплетается с учебой, которая началась в 1918 году, сразу же после объединения первых и вторых свободных мастерских. Я построила свой рассказ в основном на воспоминаниях Лабаса, которые я издала в 2004 году в издательстве Паласа Дишина. Работы, которые я буду показывать, конечно, не могут иллюстрировать текст, но все они написаны в годы обучения и преподавания Лабаса в Вхутемасе. К преподавательской работе в Вхутемасе Лабаса в 1924 году привлек Владимир Андреевич Фаворский. В это время художнику было 24 года. Лабас с некоторой гордостью рассказывал всегда, что из Оста Фаворский пригласил только его, при том, что он не был его учеником и представлял живописную, а не графическую часть Оста. В течение пяти лет он преподавал живопись вместе с Константином Николаевичем Историным. Занятие по композиции и цвета на графическом факультете вел вместе с Николаем Николаевичем Куприяновым. Рисунок с Львом Александровичем Бруниным. С Надеждой Андреевной Удальцовой Лабас преподавал живопись на втором курсе текстильного факультета. Параллельно он вел цветоведение с профессором Федоровым и доцентом физики Кравковым. В институте существовала физическая лаборатория, в которой работали художники Томат, Клуцес, Алексеев и Лабас. Тогда предпринимались попытки теоретически обосновать в живописи оптические законы, существующие в природе. В лаборатории студенты изучали разницу между смешиванием красок и смешиванием цветов. Получали знания о яркости, насыщенности, тоне, тяжести цвета. Изучали также взаимоотношения между цветом и плоскостью и взаимодействие цвета в пространстве. Конечно, вся эта живописная система могла помочь только одаренным художникам. Об этом много писал в книге «Опыт теории живописи», вышедшей в 1923 году Николай Михайлович Тарабукин. Лабаса эти вопросы интересовали всегда, и все его творчество было и в дальнейшем будет им подчинено. Цвет и его законы и особенности. Ведь он был учеником Петра Кончаловского. Надо сказать, что до этого Александр Лабас получил очень хорошую школу в императорском Строгановском училище. Кроме прикладных навыков, которые очень оказались нужными, Лабас получил профессиональную подготовку в мастерских Нааковского, Щербиновского и Федоровского, обучаясь в перспективе, композиции, рисунку, акварели. То есть он получил абсолютно классическую школу. Фотемаш – школа авангардная. Сначала Лабас поступил в мастерскую Малявина, а затем перешел к Кончаловскому. Мы в мастерской Кончаловского, вспоминает он, устраивали периодические выставки, развешивая свои работы. Это было всегда очень интересно, прежде всего потому, что мы могли видеть свои картины в окружении других. Нам очень нравился и сам процесс развешивания картин. Мы спорили, как лучше повесить работы. Некоторые товарищи обижались, но скромно молчали. Другие, нисколько не стесняясь, требовали, чтобы их работы были как можно лучше повешены. Но наша мастерская была дружной. Мы ни в коем случае не хотели кого-нибудь обижать. Мы смотрели работы, критиковали, хвалили. Главным недостатком, по нашему мнению, было отсутствие живописности. Главным мы считали в живописи цвет, колорит, выразительность портрета, характер, решение темы. Хороши, если выражены средствами живописи. Мы отрицали пользование цветом только как средством иллюстрирования, несколько усиливающим рисунок. Построение на основе света тени. Для нас самое главное – живопись. Ведь мы – ученики Кончаловского. На наши выставки приходили студенты из других мастерских. Было много споров, иногда ожесточенных. Мы тоже посещали другие мастерские. Над некоторыми студентами смеялись, рассказывали анекдоты. Нам не нравился их стиль. Мы считали, что они даже не умеют повесить свои работы на стенах. Да и работы нам казались все почти одинаковыми, однотонными. Все на серой разберенной краске, телесная охра с умброй, по шаблону применяемая. Нам казалось, что у них только одна задача – похож или не похож старик натурщик. Нам не нравилось, что почти вплотную друг к другу повешено множество одинаковых работ, кнопками прикрепленных к стенкам. Настоящие пузя, грязь с палитрами. Они же, приходя к нам, тоже не стеснялись в критике. Обвиняли нас в надуманной яркости. Их раздражало наше плотное письмо. Им нравилось поглажив, как мы называли, прилизанным. Мы говорили, что они, кроме бликов и телесной краски, ничего не знали. Мы защищали своего профессора, а не своего. Возникал вопрос темы и сюжет. Преобладание литературщины за счет живописи отвергалось Кончаловским. И, конечно, нами, его студентами. В своих воспоминаниях Лабас пишет о мастерских близких по духу. Мастерская Лентулова, мастерская без руководителя, в которых был близкий тогда Лабасу Николай Прусаков. Мастерская Бориса Григорьева, мастерская Замошкина, мастерская скульптора Бромирского. В дальнейшем, в 1922 году, Лабас поступает в мастерскую Давида Петровича Штебенбериду. Итак, преподавать Лабаса пригласил Владимир Андреевич Фаворский. Фаворскому и Истомину я показывал работы в любом состоянии, так же, как и они мне. Это очень важно. Я видел на любой стадии картины Древина, Удальцовой, Митурича, Татлина, Куприянова, Чернышова, да и моих товарищей Пауста. Такие были доброжелательные дружеские отношения. Никто не стеснялся откровенно указывать на недостатки. Никто не обижался, потому что ценили и глубоко уважали друг друга. Я бы сказал больше. Любили друг друга. С Константином Николаевичем я познакомился у меня дома. Рано утром, идя на занятия в институт, он зашел познакомиться со мной и с моими новыми работами. Истомин был другом Фаворского и жил с ним в одной квартире. Фаворский в те годы был ректором в Котемасе. А Истомин – профессором по живописи на основном отделении. Когда он вошел, то сразу же бросил взгляд на мои картины, висевшие на стене. Это было непроизвольным. И он извинился за то, что посмотрел без разрешения. Конечно же, я рад был показать Истомину своей работе. Он мне показался человеком с открытой душой. Говорил громко, смеялся, похвалил мои картины. Попросил показать их побольше. В частности, ту, что стояла лицом к стене. И хотя она была незакончена, я не удержался и показал ее. Он сразу много сказал неинтересного и дал хорошие советы. Как стоит ее вести? И окончательно меня к себе расположил. Несмотря на то, что он был много старше, мне сразу же стало с ним легко и свободно общаться. Оказывается, Истомин пришел ко мне по совету Поборского, чтобы пригласить меня преподавать вместе с ним ковку-темас в живописи. Я был очень взволнован таким предложением, попрошел разрешение подумать. А через несколько дней уже был зачислен преподавательский состав института. Константин Николаевич был профессором, а я стал его старшим ассистентом. В течение пяти лет мы с ним работали в полном согласии. Он абсолютно мне доверял. И хотя мы были очень разными художниками, и я был намного моложе его, в оценках искусства мы сходились. Это я считаю естественно. Как у него, так и у меня было современное понимание искусства и, конечно, живописи. Наши расхождения могли быть лишь в нюансах, как оно, собственно говоря, и было. Я вспоминаю, как мы с Константином Николаевичем обдумывали каждую натурную постановку. Я что-то предлагал, читал ему свои мысли, которые записывал и рассказывал, какие я себе в работе ставлю задачи. И он мне тоже говорил, над чем он работает, какие перед ним стоят проблемы в работе. И обдумывал, как объяснить их студентам. Очень большое значение он придавал изучению теплых и холодных цветов. Светлому, холодному или теневому, теплому. Или наоборот, теплому, освещенному и холодному, теневому. Он считал, что решать предельные контрасты от почти белого и до черного нужно цветом. И только цветом. Что цвет можно взять сильнее, чем в натуре. Сохраняя цветовое отношение, можно даже прорисовать какие-то предметы. Но все же эта прорисованность все равно должна присутствовать, как цвет. Цветовые пятна и цветовые линии. Вот из чего должна строиться композиция. Если вы пишете натуру, природу. Предметы первого плана должны быть объемными и отчетными. Но и во всех планах надо разобраться и довести их до четкости решения. Будь что на тюрьмор или на обнаженная модель. Мы с Истоминым всегда занимались долго. Иногда много раз меняли решение, когда не удавалось достаточно прояснить намечаемую задачу. Он был очень внимательен к моим высказаниям. Я всегда мог себя чувствовать с ним хорошо. Константин Николаевич одно время очень увлекался силуэтным решением. Вешал обобщающие занавески. Тюль перед натурой против света. Чтобы яснее увидеть силуэты. Цветовые контрасты светлого и темного. Не света и тени. А цвета освещенной стороны. И цвета теневого силуэта. Я часто приходил к нему. И он, в свою очередь, бывал у меня. И мы подолгу обдумывали свои задачи и легко обо всем договаривали. У нас выработалась общая линия проведения занятий с учетом. Истомин был очень доволен, что я параллельно с ним веду занятия физической лабораторией. Я в это время был старшим ассистентом у профессора физики Федора. Истомин, как и Фаворский, придавал этому предмету большое значение. И, в отличие от многих художников, хорошо в нем разбирался. Часто, когда мы уходили домой из института с рождественники на Мясницкую, он, говоря о чем-нибудь, вдруг останавливался и показывал. Смотри, Александр Аркадьевич, ведь это просто необыкновенно. Как эта стена интересна с деревянным домом. И там какой цвет. Посмотри в ворота. Какой серый. Как интересно можно взять небо к этой коричневой стене. И как хорошо показать эту фигуру крупно на первом плане. Я, в свою очередь, тоже ему что-то показываю. Он очень быстро улавливал, что меня заинтересовало. Нам было всегда интересно вместе. Первые годы занятий у нас учились художники Эльфонин, Слонин, Губнов, Морозов, Коробов, Хазанов и многие другие. Мне было очень интересно работать с настоящим, думающим, умным, воспитанным, корректным человеком, каким был Константин Николаевич. Он был художником оригинальным, эмоциональным, живым, влюбленным в природу и живописи. Вспоминая о Надежде Андреевне Удальцовой в связи с их совместным преподаванием, Лабаз пишет. Вместе с ней я преподавал в молодости. Она была старше меня лет на 15. Я помню, как мы целый день иногда с ней бегали по городу перед новой постановкой натюрмортов или обнаженной модели. Часами выбирая в цветочных магазинах цветы, покупали ткани, кухонные вещи, посуду, ходили в комиссионные и другие магазины. И потом все это везли в институт. Она радовалась каждой удачной постановке. И мы с увлечением все это делали, ставили до тех пор, пока сами не приходили в восторг. Ее поразительно точный глаз, безупречный вкус, смелость в решении всегда глубоко волновали. И это отражалось прежде всего в ее произведении. И было у нее во всем. Это было ее свойство, естественное и органичное. Но Фаворского в должности ректора сменяет Лавицкий. Я был достаточно загружен, вспоминает Лаваз. И Владимир Андреевич всегда интересовался, хватает ли у меня времени на занятия живописи, так как считал это для меня главное. Он очень часто заходил ко мне в мастерскую и видел практически все, что я писал. Совсем иначе относился к этому Лавицкий, который стал впоследствии ректором Утемаса. Он ценил меня как преподавателя и считал правильным загружать так, что я уже не мог работать у себя в мастерской. Он считал, что я еще молодой художник, и у меня все впереди. Даже обещал, что за государственный счет меня направят в Париж для усовершенствования. Ни таких возражений с моей стороны он не принимал. И после долгих размышлений я оставил преподавание в институте. Лаваз ушел из Утемаса в 1929 году. Теперь о союзе Александра Лаваза и его третьей жену, с которой он прожил почти полвека. Леони Нойман Лаваз, студентки Баухауса де Сау, уехавшей в СССР в 1931 году вслед за другими выпускниками. Ее жизнь сложная, роман, кино, трагедия и великая любовь. Многое о ее судьбе можно прочитать в книге Натальи Семеновой «Лаваз» серии «Жизер». Они встретились в 1935 году в Крыму. Леони училась у Кандинского и Пауля Клея. Лаваз тоже учился у Кандинского. Образование в Баухаусе было широким и многосторонним. Женщины должны были выбирать текстиль или фотографию. Она выбрала фотографию. Ее фотографии, сделанные в Баухаусе, хранятся у меня в архиве. Часть мы подарили музею Баухаус в Берлине. Сейчас судьбой студентов Баухауса, уехавших из Германии в Советский Союз, занимается в том числе наш друг и исследователь Астрид Гольден. Встретив Лаваза, раз и навсегда Леони увидела в нем гений. И это ее отношение помогало ему всю жизнь. Конечно, Лаваз хорошо знал немецких экспрессионистов. В 1926 году в Москве в Музее изящных искусств состоялась большая выставка, на которой были показаны работы Кэта Кольвица, Гергера, Гросса, Франца Мазереля. Но Лаваз знал и французских импрессионистов, посещая собрания Щупина и Морозова. Их отношения к искусству с Леони совпали полностью. Лаваз был уже состоявшимся художником, участником самых престижных международных выставок советского искусства. О нем писали Эренбург и Тугенхольд, Федоров, Давыдов и Грабаль, Эфрос и Джуэль. Но ко времени встречи с Леони началась борьба с формализмом. Картины перестали приобретаться музеями, отбираться на выставки. Художника отлучили от зрителей. Лаваз знал себе цену. Но присутствие рядом женщины с образованием широким, европейским, уверенной в правильности выбранной им пути, это помогло ему выдержать эти работы. Леони до встречи с Лабасом работала в журнале творчества художником-фотографом. У меня хранятся эти журналы. Со временем работу пришлось бросить. С профессией расстаться. Заниматься переводами с русского на немецкий. Книг любых, какие давали. Заниматься с учениками. Шиться. Потому что нужно было как-то прожить. Покупать кисти и краски. Холсты и бумаги. Платить алименты на сыновей Лабаса от предыдущих браков. Обеспечить любимому возможность жить и работать. Она всегда была рядом. Сначала была возможность встречаться с приезжающими из Германии. Они привозили книги, каталоги. Потом железный занавес захлопнулся. Судьба многих друзей оказалась ужасной. Но это уже другая история. Глазу Леоне Александр Аркадьевич доверял абсолютно. Помню, как однажды, когда он писал один из многочисленных моих портретов, она подошла к нему и что-то тихо сказала. Леоне всегда присутствовало при его работе в мастерской. Он сначала возгрозил. Нет, ни в коем случае. Я знаю, этого нельзя делать. Прошло какое-то время. Он подозвал ее. Леоне посмотрела и сказала. Да, так лучше. Гораздо лучше. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Спасибо.